Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу рассказать, что нужно взять с собой, если вы идете на пляж с ребенком. Мы не идем отдельно куда-то далеко на море отдыхать, а именно идем на пляж. И берем с собой то, что нужно будет именно там. Сумка у меня пляжная, ничем не примечательная. Я заказала новую, как приедет покажу вам обязательно. И она маленькая. Мне нужны, наверное, две сумки. Одна мне, а вторая для дочки. В общем, этот вопрос еще не решен. Начнем с самого банального. Это, конечно же, купальники. Купальники я надену сама здесь, дома. Я не люблю там переодеваться. Мне так удобнее, под одежду. И там же у меня все это высыхает, и так же я возвращаюсь домой. Если кто-то переодевается на пляже, то берите с собой, конечно же, сменную одежду. Это понятное дело. А ребенка в плавке я возьму, конечно, с собой. Также я возьму с собой обязательно подгузники. Возьму два подгузника на всякий случай. Ну и, конечно же, для ребенка полотенце. Также полотенце для меня. Парео. И вот такая вот у меня кофточка прозрачная, вязаная, белая. Поверх купальника буду надевать. Дальше, что касается одежды. Обязательно нужно взять с собой, если вы идете на пляж вечером, во второй половине дня, то нужно взять с собой обязательно теплую одежду. Потому что у моря вечером уже бывает прохладно. Если вы задержитесь там, чтобы у ребенка была теплая одежда, теплые носки, мастерка, брючки. Ну, лосины в данном случае теплые. Не забываем воду для ребенка, для себя тоже. Ну, для себя можно и там купить, но для ребенка лучше, конечно, взять свою воду, которую ребенок пьет. Так как мы идем с ребенком, то, конечно, берем игрушки, чтобы ребенку там не было скучно на пляж. У нас пляж каменный, поэтому там песочный набор я не возьму. Хотя вот эти вот вещи тоже пригодятся. Лейка, здесь она сюда кидает камушки, играет с этим набором. И моя дочка очень любит книжки. Я возьму обязательно книжку, чтобы мы полистали там, если мне захочется, чтобы она сидела на месте. Обязательно беру с собой дополнительно пакетик. Втруг пригодится, там грязная одежда, грязные плавки мокрые и так далее. Обязательно сухие и влажные салфетки, тоже понятно. Что касается защиты от солнца. Наверное, вы не раз слышали, что на пляже можно находиться только с утра до 11, максимум до 12. Или же вечером после 4, или даже лучше после 5, если прям солнечно очень. Это касается всех, и взрослых, и детей. Это касается всех тех, кто хочет загорать или не хочет загорать. То есть от загара это не зависит от вашего желания. Это касается просто вашего здоровья. Потому что период с 12 до 4 очень опасно, очень опасно. Эти лучи ультрафиолетовые, никакой крем вам не поможет, ничего вам не поможет. От этого будет вам только хуже. Я не говорю, что сразу вам будет плохо, но это скажется на вашем здоровье. А оно нам не нужно. Это очень вредно для кожи, она скоро стареет вообще от солнца. А от такого дневного солнца тем более. Это касается на самом деле очень многих факторов. Сейчас целая лекция будет. Просто придержитесь этим правилам, особенно если вы идете с ребенком. Это еще двойная ответственность. Также, что касается защиты. Обязательно должен быть головной убор. Я беру такую шляпу для себя. Панамку для ребенка. Что касается крема. Еще одна такая распространенная ошибка у людей, кто берет с собой крем просто на пляж и мажется там. Все друг друга мажут, спинку. Многие это замечали, наверное. Это неправильно. Нужно намазать крем на все тело и лицо еще дома. Потому что крем начинает действовать только через 20 минут. Везде написано. Если даже не написано, то это касается всех защитных кремов. Поэтому правильно, когда вы собираетесь пойти на пляж дома, намазать себя, ребенка и только потом выйти через минут 20 на улицу. Конечно же мы крем еще берем с собой туда, потому что если мы сильно задерживаемся, там через 3 часа где-то нужно будет заново намазать кремом. У меня достаточно много сейчас разных кремов. Конкретно для лица у меня отклиник. Здесь SPF 50. Достаточно хорошая защита. У меня очень чувствительная кожа, поэтому она мне и подходит. Именно кожа лица. Для тела у меня такая же есть отклиник. Такой же крем. SPF 50. Есть еще SPF 25. Это уже Биозон. Эмульсия для загара. Ну, я думаю, что вначале я буду пользоваться вот этим SPF 50. А потом уже, когда кожа будет адаптироваться уже к загару, к солнцу, то я уже уменьшу эту защиту. Вот так же вот от Гарнир у меня есть новое средство. Тоже здесь 50. Экстра защита. Для чувствительной кожи. Ну, это посмотрим еще. А для ребенка я взяла в аптеке от Чика. Здесь, конечно же, SPF 50. Для 12 месяцев. От 12 месяцев эта защита. Вообще, у этих средств от клиник указано, что проконсультироваться с врачом нужно до 6 месяцев, если ребенок. То есть, это средство можно использовать и для ребенка до 6 месяцев. Но, честно говоря, я не очень хочу рисковать. На крайний случай, если, допустим, потеряется у меня то средство для детей, то можно будет этим пользоваться. Но все-таки лучше брать сразу детскую защиту. Обязательно берем солнцезащитные очки. Здесь только мои. И ребенка очки еще не приехали. Заказала из Англии. Но я думаю, панамка защитит ее глазки. Но тоже нужно обязательно. Глаза у нас самые чувствительные к солнцу. Также берем с собой резинки для волос для себя и для ребенка. На случай, если мы не захотим купаться с волосами. Я говорила про воду, но про питание детское не говорила. Если вы собираетесь сам кормить ребенка, то, конечно, нужно брать еще питание. Обязательно не забудьте ложку, фартук. Но я обычно кормлю дома ребенка, а потом мы выходим. Что касается косметики. Как вы видите, у меня минимум косметики на лице. То есть тона, ничего такого нет, что может растечься. Просто тени я нанесла самые такие светлые. И то такие бежевые. И то чисто для съемки, потому что я бы их не нанесла. Сейчас буду наносить защитный крем, увлажняющий защитный крем, который показала. И, конечно же, бальзам для губ. У меня сейчас на губах вот такой вот бальзам. У меня миниатюрка от Clorans. Он немножко таким с легким тоном. Таким светло-коралловым. Еле заметным. Это вообще идеальный вариант. Для солнца будет и защита для губ. И будет красиво смотреться, естественно. То есть никаких там ярких помад и ничего такого я не наношу на пляж. Конечно, есть исключения, когда вы собираетесь делать какую-то фотосессию пляжную. Если вы просто идете на пляж, чтобы поплавать, посидеть на пляже с ребенком, то здесь макияж совершенно не нужен. Это смотрится неестественно. И это будет просто вам мешать. Будет растекаться. Если, допустим, тушь нанести, то только водостойку. И то как бы я смысла не вижу в этом. Бальзам это больше как защита, а не как декоративная косметика на пляже. То же самое касается волос. Это у меня просто были запретены косички. Я просто распила. То есть никакой укладки я не сделала. Бальзам я возьму с собой еще. И беру еще с собой пудру. Только для зеркала. Отдельного зеркала у меня нет. Конечно, не забываем о таких вещах самых важных, как деньги, ключи, телефон. Телефон у меня служит и в качестве фотоаппарата. Я отдельно фотоаппарат брать с собой не буду. Еще мы берем с собой лежак, чтобы поселить там на пляже. Желательно, чтобы он был мягким. Если у вас камни тоже на пляже. Но, конечно, можно на пляже взять шезлонги. Кому что удобно. С ребенком мне кажется, что лучше все-таки стелить лежак. На этом все. Я надеюсь, я перечислила все самое необходимое. Если вы заметите, что я вдруг что-то пропустила, напишите пожалуйста в комментариях. Это будет подсказкой и для других зрителей этого видео. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Пока-пока.